Друзья, всем здорово! С вами команда Ферумком в лице Дмитрия Луценко и Сергея Шихайлова. И сегодня мы пишем 36 выпуск флога. Сегодня у нас пятница, 16.53, 2 декабря 2016 года. И мы желаем вам хорошего настроения, приятного аппетита, спокойной ночи, доброго утра, приятной рабочей недели, отличных выходных, стальной эрекции, чтоб волосы не выпадали, и чтоб все у вас было хорошо. Вот. Всегда. Да. Вот. На этой радостной ноте мы будем начинать очередной выпуск флога и начнем его с жизни Ферумком. И Дмитрий Леонидович нам расскажет, почему он выбросил свой MacBook Air и начал пользоваться охрененным виндовым планшетом на андроиде TechLast X98+. Сильно не бей его об стол. Да. Наверное, я начну... Ну, как бы, то, что я буду рассказывать, оно все взаимосвязано. На прошлой неделе, именно в пятницу... Нет. Или да. Да, в пятницу у меня окончательно умер мой MacBook. Умер он не полностью, у него перестала работать клавиатура и сенсорная панель. Вот. Монтаж флога был запланирован на прошлую неделю изначально, потом он был перенесен, условно, на пятницу. Но в пятницу у меня накрылась машина, на котором я собирался его монтировать. Потом, в итоге, в субботу я начал морочиться с сервисом, потратил на это время, в сервис так и не отнес, потому что оказалось, что они не работают. Вот. Потом у меня начались, так скажем, семейные вопросы, связанные с недавно закончившимся ремонтом, и в итоге на выходных я за флог так и не взялся. Вот. Ноутбук на данный момент находится в сервисе, флог на данный момент выложен. Предыдущий. Предыдущий, да. Не этот. Не этот. Я в очередной раз приношу извинения за то, что получилась вот эта вся накладка с флогом, это абсолютно и полностью моя вина, и я надеюсь, что больше у нас подобных ситуаций не повторится. Никогда. Да. Я надеюсь... Ну, это всё ложь. Обязательно повторится. Ну, оно так и будет, чувак. По-любому повторится. Вот именно поэтому я и говорю... Я только надеюсь, да? Я и не обещаю. Вот. Окей. Но я надеюсь, что мы этого не допустим. Вот. Следующая рубрика у нас как бы анонс. И жизнь феррумком плавно в неё перетекёт. И в ней мы расскажем о том, что, невзирая на то, что у Дмитрия Леонидовича умерла рабочая машина основная, его прекрасный ноутбук, мы за прошедшую неделю, наверное, даже полторы недели, если не за две, сняли целую гору материалов. Какие-то из них частично, какие-то полностью. Очень много будет и на феррумком, очень много будет и на феррумлайв. Если в двух словах, если я ничего не забыл, то на феррумком от меня будет точно обзор Asus Zenfone 3 Deluxe. Вот. Дмитрий Леонидович сбахает его распаковку. Ладно, ты будешь рассказывать своё, я своё. От меня будут, возможно, я не обещаю, потому что реально он уже у нас не на руках, вот. И у нас было очень мало времени на него, поэтому я не обещаю. Но, возможно, у нас будут причины по нему. Это тоже буду делать я. Что ещё я успел сделать? Я успел снять Xiaomi Mi 5S. Я успел снять 5 причин купить и 5 причин не покупать Xiaomi Mi 5S. И вот это вот всё всего лишь только снято. Впереди монтаж. Вот. Я не буду делать никаких прогнозов, потому что, невзирая на то, что уже 5 часов вечера, у меня есть огромные надежды на то, что максимум на выходных этот флог появится. Ну, мне хочется в это верить. Или супер максимум в понедельник. Поэтому первую очередь на монтаж он, а потом уже, наверное, обзоры, а потом уже, наверное, причины. Вот. И на следующей неделе, после того, как я это всё смонтирую, я надеюсь, что я в рамках одной недели успею, я... нам, опять-таки, скоро надо отдавать Mi 5S, Mi 5S+. Вот. Возможно, я чего-то с Mi 5S успею сравнить до того, как отдадим. Вот. Но я не обещаю. Хоть есть желание сравнить Mi 5, пишите в комментариях под этим роликом, как вы считаете, нужно ли сравнение Xiaomi Mi 5S и Mi 5. Вот. Потому что мы очень сильно над этим думаем, стоит ли тратить время на этот материал. Или... Возможно, если этого материала не будет, то мы планируем точно снять Mi 5S против iPhone 7. Вот. И если этого материала не будет, возможно, сравнение iPhone с Mi 5S появится раньше. Я вроде выговорился. Поехали. Давайте. А у меня все очень плохо, потому что я снял распаковки Asus Zenfone 3 Deluxe наушников Xiaomi. Сюда говори. Pro HD, по-моему, они называются, беспроводных наушников Xiaomi. Которые засвечены. Дай их. Покажи хоть коробку людям. Вот. Вот они, да. Это HD, коробка беспроводных где-то там. Сами они валяются вон. Ну, вы их не видите точно. И эту распаковку... Да. И эту распаковку я буду переснимать, потому что Canon пересрал весь видеоряд. К сожалению. Да. Он весь в артефактах. Я буду переснимать эту распаковку. Потом, по обзорам, я начал лепить Mi 5S Plus. На ноутбуке. Да. На N% он был слеплен на ноуте, но в итоге буду перелепливать заново на компьютере. Потому что было снято внезапно ZTE Axon 7. Да. Вот. И его сравнение с Xiaomi минут... Два. Два. Вот. И, наверное... И, возможно, навряд ли, но нам хотелось бы, возможно, успеем... Причины по Axon 7. Вот. Но эта вот причина вообще не факта. Вот. Буквально 20 минут назад курьер у нас этот прекрасный смартфон забрал. С моей сим-картой. Тинь! И она уедет в Китай. Нет. На самом деле, сегодня так плохо. Вроде бы по анонсам и по жизни ферумкома у нас все. А, нет. Нет. Еще конкурс, ЖЭШ. Перезапустим. Конкурс, ЖЭШ. Конкурсы. ЖЭШ. Во-первых, хотели сказать, что у нас уже запустился конкурс на Elephone S7. Это, условно скажем, откровенно. Красивенский, теоретически, он уже к нам не едет, мы пока не щупали. Клон Galaxy S7 от Elephone на Mediatek. Вот. Кому интересно, гуглите. Конкурс уже идет на обоих наших каналах. Вот. Поэтому, если вдруг вы его провтычили, вперед и с песней, участвуйте. Мы всем искренне желаем удачи. А касательно второго конкурса, комментарий Дмитрия Леонидовича. Мы проводили конкурс, точнее мы, я, Николай II, на Meizu M3S совместно с Gearbest. Мы его провели, определили победителя. Вот. Видео выложили, я победителю написал, он оказался абсолютно неадекватным. Вот он меня отправил лесом. Ты объясни людям ситуацию. Конкретно. Короче, я специально не писал, кто я и что он выиграл. Для того, чтобы понять вообще, человек как бы хотя бы смотрел, в чем он участвовал. Или он во всех конкурсах подряд участвует, а бы халявы на грипте. Вот. Ну, как бы и такие, такие бывают, но бывают последние абсолютно адекватные, которые нормально реагируют. Этот человек мне написал, что он все, что надо в анкете указывал, и поэтому я типа пошел в баню. Вот. Я ему написал, что хорошо, окей, ваш смартфон мы оставим себе. Но себе мы его на самом-то деле не оставим. На следующей неделе, наверное. Ну, короче. Нет, 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 не на следующей. На следующей неделе закончится, когда мы его запустили. Сейчас. Пацаны, 5 сек. Мы его на этой неделе запустили. Сейчас узнаем. Я пару дней назад публиковал, я как сейчас помню. Я сейчас просто посчитаю. Одну секундочку. Опять-таки открываем наш прекраснейший канал. Глушим звук. Открываем конкурс. Видео, кстати, называется Элефон С7. Розыгрыш, если что. 29 ноября. Открываем календарь. 29 ноября. Это был вторник. Следующий вторник проходит первая неделя. И только во вторник, 13-14 числа, мы снимем, собственно, сам розыгрыш этого Элефона. И через день, через два, я перезапущу условно розыгрыш Meizu M3S. Вот. Те, кто уже участвовали, они и будут принимать участие, если вдруг кто забыл. Повторно заполнять форму в смысле не надо. Да, повторно заполнять форму не надо. Если вдруг кто не успел или не получилось, вы, в принципе, можете это сделать даже сейчас. Форма-то не закрыта. Какая разница? Да. Вот. Если вы смотрите этот влог и вы ловите себя на мысли, что вы в этом конкурсе не участвовали, вы можете прямо сейчас зайти, там форма открыта, заполнить ее, и как бы вы тоже будете участником. Поэтому две недели у вас есть для того, чтобы поучаствовать в нашем конкурсе еще раз. Вот. Получается даже три. Три. Почти три недели. Ну да, почти три недели, короче. Вот такие переги. Но потом будут еще конкурсы. Обязательно. Да. Обязательно с другими китайскими вендорами, возможно, с какими-то магазинами, и точно с другими YouTube-каналами. Будет совместка. Вот. Как бы теперь по анонсам и по жизни фирмкома точно все. Да. Да. А, кстати, чувак, анонс там лежит фиолетового цвета. Чего ты о нем ничего не сказал? Пурпурного. Пурпурного. Попрошу. Пурпурного. Наушники Sony MDR100A. Вот. Валяются где-то там в нашем кабинете. Обзор на эти наушники уже написан. Я его хотел сегодня снимать. Я так чувствую, что нофиг. Вот. И сегодня снимать их не буду, но обязательно сниму, например, в понедельник. Замечательная идея. Как бы... Кстати, а во сколько в понедельник у нас их забирают? Какая разница, чувак? Будешь снимать сейчас? Будешь снимать сейчас, потому что у нас уже есть опыт ZTE. Я понял. Который мы закончили снимать за 15 минут, за 15 секунд до того, как его забрали. На этом точно заканчиваются все анонсы и жизнь в феррумком. И мы... Нет. Она... В смысле, рубрика. Рубрика. Жизнь в феррумком не заканчивается. Я дай бог. И мы... Да. И мы переходим к самой краткой и лаконичной... Нет. Что-то у меня сегодня провал в памяти. Мы переходим к новостям. Да. И первая новость, он с нами поделится, Дмутрия Леонардовича. Хорошо, Сергей Михайлович. О! Сергуй Михайлович. Сергуй Михайлович. Валяйте. Новость первая посвящается маленькой боли под названием Meizu Pro 6+. Наконец-то компания Meizu снизошла и выпустила девайс не на Mediatek, но, к сожалению, не на... И не на Qualcomm. И не на Qualcomm. Ну что, не Qualcomm, понятно. У них там суды связанные с использованием. Я, кстати, почитал. С использованием каких-то технологий 3G и LTE. Несмотря на то, что Meizu не использует чипсеты и модемы и все это дело от Qualcomm, тем не менее, они умудрились каким-то образом нарушить патенты. И продолжают их нарушать. Вот. Именно поэтому Meizu сейчас не продается в Европе. Потому что Qualcomm подал в суды европейский уже иск. Meizu никак на это не реагирует. Им типа пофиг. Вот. Нигде в Европе не продается Meizu. А как могут продаваться товары, которые нарушают патентные заявки других продавцов? Ну, то есть... Ну, в Украине и России можешь же продаваться. Это в Украине и России. Окей. В Европе так просто нельзя. Если там есть нарушение интеллектуальной собственности, такие товары, насколько я знаю, не имеют права продаваться. Короче, представлен Pro 6s... Pro... Пфу! Pro 6 Plus просто. Без S. Скоро ждем Pro 6s Plus. Не примизательно. Ну вот. Девайс будет оснащен 5,7 дюймовым суперамолед экраном с разрешением Quad HD, который поддерживает технологию Always On и 3D Press, наверное. Тут написано 3D Touch у новости, но, скорее всего, это все ошибка. В смартфоне установлен Exynos 8890, как мы сегодня посчитали, это чипсет всего-то 10 месяцев недавно. Вот. Очень-очень свежий. Чувак, нет, подожди. Это 10 месяцев назад вышел Galaxy S7 на этом чипсете. Первый телефон на этом чипсете. Но чипсет-то показали раньше. Да. Ну, хорошо. Вот сейчас больше года. Представили медиатеки новые, но телефоны же еще не вышли. Хорошо. Ну, короче, больше года наверняка этому чипсету. Вот эта победа. В нем будет сколько там оперативы. 4 гигабайта оперативки. Всего-то 64 встроенной или 128 встроенной. Чего еще интересного тут у нас будет установлена? 12-мегапиксельная камера Sony IMX386 с оптической стабилизацией. Вот это вот единственное, наверное, что хорошо. Пульсометр, датчик сердечного ритма, ну и как бы все остальное по стандарту батарейка. Мобильный тест беременности. Да. Многоразовый. Да. Емкость встроенного аккумулятора 3400 мАч. Угадайте, за сколько будет продаваться. Неправильно. За 435 долларов базовая версия и за 480 долларов версия там, где 128 гигабайт накопителя и процессор с частотой 2,3 гигагерца. В базовой, я об этом не сказал, 2 гигагерца частота процессора. То есть топовая модификация будет отличаться и работой процесса и объемом памяти. Вот, если честно, это все очень-очень плохо, потому что за эти деньги можно взять Galaxy S7. Еще дешевле. Нет? Нет. Где-то за эти, может, чуть дороже в зависимости от цвета. Они же по цветам там еще по-разному продаются. Ну, короче, условно, Galaxy S7... С гарантией? Да. Да, да. С официальной гарантией, с точно хорошим, стопудово хорошим модель-экраном. Хотя, значит, официально, я вот не скажу, это самая низкая цена на хатлайн была, когда я смотрел. Ну, какая разница, все равно... Пока эта хрень реально будет стоить 480 долларов, потому что же она не будет со старта столько стоить. Ну, будет 530. Galaxy S7 уже еще сильнее просядет и уже с гарантией будет стоить вот столько. Вот. Да даже если он дороже... Камера в нем, наверное, лучше. Звук в наушниках в нем, наверное, лучше. Программная поддержка точно лучше. Сервисы Google точно лучше, я в этом уверен. Влагозащита там есть. Вот. Расширить память можно. И обновы будут выходить. Так я же говорю, программная поддержка лучше. А, да, да, да. Нет, на Meizu тоже обновы будут выходить. Но я что-то думаю, что обновы для своего же процесса Samsung как-то более грамотно будет делать. Ну, я более чем уверен, что, во-первых, они обновляют чаще. Вот. И по опыту с другими аппаратами Meizu я не уверен, что там все будет хорошо в плане софта. Вот. Ну, короче говоря, очень плохо все в Meizu. Раз, два, три, четыре, пять. Им, наверное, стоило выпустить на каком-то Intel древнем, который уже давным-давно снят с производства, чем вот это вот выдуривать у Samsung за треть цены полубракованные процессоры для того, чтобы выпустить... Которые они повыковыривали из бракованных Galaxy Note 7. Ну, не выбрасывать же. Изрев. Моё мнение такое... Вы выразились? Моё мнение такое, что они, в принципе, красавчики. Потому что, по факту, они... Ох, ты нехорошо сделал. Простите. Он не специально. Он немного... Тяжелый день. Так, Серёж. Ладно, он не пил. Что ты хотел? Ты хотел проверить, всё ли хорошо? Я хотел посмотреть, всё ли хорошо с айфонами. Я только что смотрел, что всё хорошо. Моё мнение такое, что Meizu, с одной стороны, не молодцы. Потому что, блин, хватит уже. Продайте все свои органы и выплатите компенсации Snapdragon. Ну и клепайте уже, наконец-то, на их железе гаджеты. Qualcomm, да. Он тоже. Да, и я тоже. И клепайте на Snap'ах нормальные смартфоны. Или, действительно, уже возьмите долбанный какой-нибудь Intel древний. Или NVIDIA TIGRU. Или хрен его знает что. Потому что Exynos, это не офигеть лучший вариант, чем Mediatek. Потому что видеоускоритель там всё равно долбаного... Долбаная Mali. И в результате большинство игрушек там идут намного хуже, чем в девайсах со Snap'ом на борту. То есть, это по факту шило на мыло. Проц там сам наверняка повкуснее. Только толку от него. Да. Если Vidya, вот. Это не молодцы. А с другой стороны, молодцы. Смотри, ноут седьмой накрылся. Накрылся. Если, например, для тебя всякие там Asus и так далее и тун. Подобная не альтернатива, тебе не нравится. Если Xiaomi, хотя Mi Note 2 почти полный клон, да, внешне. Примерно. Вот. Если Xiaomi для тебя тоже ни о чём, и как бы Meizu симпатичная, то чё? 5,7 дюймов. Два кайкран. Проц от ноута седьмого. Камеру обещают неплохую. Ну, ёлки-палки. Ты не помнишь, сколько седьмой ноут стоял? Дорого. Ну. Безумно. Ну, явно дешевле, дороже 500 баксов. Вот. То есть, в принципе, not bad. Но цена суммарно, как за Meizu Phone, пускай ультра-новый, 500 долларов, по-моему, немного перебор. Но в направлении движутся правильным. Смотри, возможно, пройдёт ещё пару лет, они всё-таки что-то там отбашляют Qualcomm'у и перейдут на снэпы. И будет вообще замечательно. Дай бог. Но нет. Вторая новость тоже будет о делах душевных, а именно о боли в глубине души за смартфон Meizu X, который будет стоить 245 баксов. И МХО это едва ли не полный клон U10, U20. В то же время, вот, подложка сделана. Я понимаю, что не Elephone это выдумали совсем. Но подложка под стекляшкой задника очень похожа на Elephone. И на Samsung'овскую, во всяком случае, по пресс-рендерам я вжимую. И на Samsung'овскую. И на Samsung'овскую, и на всякую, в общем. Вот, то есть, по факту они взяли U10 или U20, я не помню эти модели, если честно. Они почти одинаково выглядели, если я не ошибаюсь. Корпус чуть-чуть изменили и вставили новое хреновое железо. Добавим немного подробностей. Итак, что такое, еще раз, Meizu X? Meizu X это бутерброд из стекла и металла. Ребра у нас металлические, сверху, спереди стекло, сзади стекло. Экран 5,5 дюймовый, шарп, Full HD, прикрытый 2,5D стеклом, кто бы сомневался в наше-то время. Процессор Mediatek Helio P20. Оперативы может быть либо 3, либо 4 гигабайта, встроенной 32 или 64. Как бы, теоретически, тут будет хорошая основная камера Sony IMX 386 на 12 мегапикселей. Диафрагма F2.0, фронталка на 5 мегапикселей, сканер отпечатка пальца, естественно, есть. Слот имеет 2 разъема под симку, USB Type-C, аккумулятор на 3200 мАч. Что еще? Android Marshmallow, на который, так вот, из ведра ляпнули Flyme 6. Младшая версия, напоминаю, в которой будет 3 гига оператива и 32 встроенной. Правильно? Правильно. Будет стоить 245 долларов, а старшая, где 4 оперативы и 64 встроенной, 290. Итого, округляем немного, старшая версия будет стоить 300 баксов. Можно докинуть сколько? Полтос и взять OnePlus 3. Или Axon 7. L. Логика. Где она? Логика называется Meizu Ha. Хэ, 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 хэ. Meizu Ha. Вот, короче, я на самом деле не в восторге от этого аппарата. Да, дизайн это клево, да, есть любители, главное, чтобы смартфон был красивым. Остальное, с остальным смиримся. И мне кажется, что вот исключительно для этих людей в последнее время Meizu крепает смартфоны. Проблема не в том, что я хейтер Meizu. Нифига. Мне когда-то их аппараты очень даже нравились. Но проблема в том, что они как бы по статусу, по которому они, которые они годами зарабатывали, они пляшут рядом с Xiaomi. Xiaomi делает смартфоны с более крутым железом. И в большинстве случаев они фотографируют лучше. В большинстве случаев мы про конкурентов говорим. Про конкурентные модели. Они живут дольше от аккумулятора, от полного заряда. Заряжаются быстрее. Оболочка более настраиваемая. И в отличие от Meizu, эту оболочку еще и можно снести. Вот и накатать, например, Циам. С Meizu не прокатит. Почему так себя ведет один из топовых вендоров Китая, мне непонятно. Да, на фоне Elephone мы вас любим, если вдруг вы это смотрите. На фоне Elephone Meizu выглядит посерьезней, да. Но на фоне Meizu, как бы их основной конкурент, они не выглядят вообще никак. На фоне Xiaomi, наверное. Xiaomi, 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 Xiaomi. Да, ну троттлинг. Вот. Потому что вот в эпоху Meizu MX-5, вот этот аппарат на фоне конкурентов от Xiaomi, выглядел очень хорошо. После эпохи Helio X10, все процессы от MTK, и МХО полное говно. И я не понимаю, почему до сих пор, вот только сейчас, и то я не считаю это гениальным решением, Meizu решили забыть хотя бы в флагманском устройстве о процессорах от Mediatek. В очередном флагманском в этом году. 40 раз флагмана выпускали. Да, да. Все никак не получалось. Все у нас по новостям. Наконец-то все, и мы будем переходить к самой краткой, лаконичной, но от того не менее любимой. Да. Нашей рубрике «Ответы на вопросы». Вот. И вопросы на ответы. Начнем с Facebook. Которого у меня нет. Стоп, стоп. Перед тем, как мы перейдем к вопросам на ответы, мы напомним, что новости, о которых мы говорили, вы наверняка захотите посмотреть фотографии гаджетов, о которых мы вам рассказали. Новости, о которых мы говорили, в текстовом виде, доступны по ссылкам в описании этого ролика. Там, кстати, еще и тайм-код есть, который вы так сильно когда-то просили, чтобы вы могли быстренько перескакивать по содержимому флога. Итак, собственно, Facebook я открываю и смотрю, что под записью нам, к сожалению, пацаны го задавать вопросы. Никто вопросов не оставил, и поэтому мы сразу же переключаемся на ВКонтакте. У вас открыто? Да. Максим Антонов пишет. Гол, доброе утро. Стоит ли брать ZOOG Z2? Мне просто нужно компактное и мощное устройство. Да, однозначно. ZOOG Z2, телефон бомба, мы его от сердца отрывали с невероятной болью. С болью, да. Например, Трофимчук. Почему на улице плюс два и падает снег? Ну, потому что так надо. Кто-то заплатил за это. Да. Чувствую. Кому-то это выгодно, наверное. Да. Александр Гриценко. Доброе утро. Выбираю новый телефон. Подскажите, будет ли актуальным покупка Mi 5 и как вы относитесь к этому бренду? Заранее благодарен. Mi 5 на данный момент вполне актуальный девайс. Он хуже Mi 5S чуть-чуть по батарейке. В некотором отношении по камере, но там все безумно спорно. Кто из них лучше фотографирует, мы сравнивали. Там прямо драки можно устраивать. Кто из этих телефонов реально снимает лучше. Он хуже Mi 5S, потому что стеклянный. Ну и на этом как бы в общем-то все. Поэтому Mi 5, как мне кажется, брать можно. И эта покупка будет актуальнее еще достаточно долго. Вы со мной согласны? Я извиняюсь, я не очень слушал то, что вы говорили. Потому что, как оказалось, у меня офигенно проглючил почему-то Facebook. И я вот только сейчас увидел, что у нас на Facebook что-то есть. Вернемся к Facebook после ВКонтакте. Давай я вставлю 5 копеек. Mi 5 актуальна ли покупка? Вполне. Вот прям, блин, вполне. Особо не учитывая то, что он, кстати, подешевел после того, как Mi 5S уже по полной начал продаваться. Вот. Но я опять-таки скажу, что за свои деньги более вкусен ZOOC Z2. Вот. Потому что базовая версия Mi 5 стоит как ZOOC Z2. При этом предлагая на 32 гига встроенной памяти меньше. И на 3 гига меньше. И на гиг оперативы меньше. Ты на 3 гига. Вот. Поэтому присмотритесь к этому устройству. Владимир Грибкоп. Доброе утро, мужики. Добрый вам вечер. Спасибо за ваше дело. Очень интересно и познавательно. Скажите, пожалуйста, вы как-то общаетесь с другими обозревателями? Меняйтесь техникой? Общайтесь. Спасибо и удачи. Да. У нас к нам от Вовы Тишевского попадала техника. По-моему, пару раз. Да, пару раз и от нас к нему попадала. И от нас к нему попадала. От Антона Григорьева тоже пару раз попадала. От нас к нему пока что не попадала. Ну, потому что не просил. Да. Вот. Если попросит... Наверное, что-то попадет. Да. С радостью предоставим. Вот. С кем еще общаемся? Еще мы общаемся с Максимом из Stupid Man World. Ну, мы просто с ним общаемся. Да, мы просто с ним общаемся. И в принципе все. Ну да. А так, в общем-то, по сути все. Дальше. Дальше Виталик Ба-ту-кин. Хин. Ба-а-ту-кин. Ба-ту-кин. Ба-ту-кин. Ба-ту-хин. У тебя аж и хайлов также через... Простите, Виталий. Дождался записи флога. Выражу огромную благодарность за ваш труд. Смотрю вас не первый год. Молодцы. Большое вам спасибо. Хотел узнать о просмотрах лайв распаковок и сравнений, которые идут 30 минут плюс. Хорошо ли они смотрятся? У меня терпения не хватает столько долго смотреть. Хотя интересно. Спасибо вам большое. Значит, касательно... За откровение. Да. Касательно 30 минут плюс, к нашему глубочайшему удивлению, 30 минут плюс на ферум лайв аудиторию в процентном соотношении держит сильнее, чем 10-ти минутные... Не, ну 3 минуты... Ну хорошо, 8 плюсов. 8-15 минут ролики на ферум ком. Вот. И тут же я вам напомню, что дело в том, что ферум лайв запускался специально с тем приколом, чтобы не писать сценарий. Это экономия нашего времени. Вот. И для того, чтобы это был реально живой канал, где вот я считаю, что телефон ОМНО. И я вообще не парюсь. И я могу сказать и о мной, и более грубо, и все, что я о нем думаю. И если вдруг кого-то это ранит при просмотре этого видео, то это его личные религиозные проблемы. Потому что, как правило, в таких роликах, в самом их начале, у нас вывеска маленькая, пацаны сейчас будут маты. И все. Вот. И как бы, поэтому вот так. Поэтому 30 минут. Мы хотели ужиматься. Мы старались ужиматься. Иногда получалось. Иногда получалось. Ну, 40-минутные ролики превращаются в 25-минутные ролики. Но это уже... Да, но краткий живой видос подробным быть не может. Да. Что-то одно из этого вылетает. Как правило, вылетает краткость. Так. Алексей Севастьянов. Всем привет. Сегодня вопроса не будет. Отдыхайтесь. Днем зимы. Спасибо. Хоть это уже и второй день зимы. Удачи, здоровья, больше работы и больше здоровья и нервов. Спасибо. Работы хватает, но все равно спасибо. Спасибо. Роман Кириллов пишет... О, секунду. Я Виталию Батухину, кстати, хотел посоветовать. Если вам сложно смотреть 30-минутные ролики, ставите скорость 1,5. Или 1,25. Да. Ну, лучше 1,5. Так сильнее ужимается. И без проблем. Нормально. Да, главное успевать схватывать информацию, написанную не по сценарию, где много, ну... И нецензурных слов. Да. Они на ускоре вообще не прикольно. Итак, Роман Кириллов пишет, ждать ли Redmi Note 4 Pro. Я думаю, ждать. Да, с огромной вероятностью таки да, таки будет. Коля Данилевский, когда будет полный обзор на Xiaomi Mi 5s, Сережа его уже снял почти пол. он уже в монтаже нет а кстати да по обзору ты мне маленький кусманчик должен помочь снять да сегодня сделаем до более но условно на 90 процентов снято сегодня вечером будет снята на 100 дай бог максим тодоров пишет приветствую дорогие обозреватели хочу задать вам вопрос вам тоже привет что вы думаете об экосистеме microsoft я думаю что где она а вы думаете вы думаете что едет ну в принципе мы поговорили сожалению больше мне сказать больше нечего потому что условно вся их экосистема это их приложение приложение для например ворда я могу или one drive поставить даже на iphone ну то есть экосистема непосредственно от производителя она по сути отсутствует вот потому что вордом можно пользоваться и на андроиде и на айфоне ну ну где ожидает экосистема где какие-то фишки которые есть только при связке устройств от одного производителя их нет к сожалению да вот максим карсаков добрый вечер здрасте спасибо за вашу работу спасибо получается профессии получается профессионально душевно и незанудно всегда интересно смотреть привет вам из самары привет вам из города борисполе вопрос такой что для вас предпочтительные флайма с миюай саяну джин мод циан по-любому так как я реально хрен его знает когда цианом пользовался из флайма и миюай миюай а вот миюай или циан ну я не знаю я вот почти месяц уже пользуюсь ми 5s и ты знаешь вообще не бесит то что контактов нет ну там сраный кастом там контакты есть ну окей все у вас еще впереди к вам ваш ездит да вот я посмотрю денис кучер парни привет привет как вам манекен челлендж который сейчас охватил просторы интернета не хотите и сами сделать что-то подобное флоги супер супер стали веселей так держать спасибо вам большое за теплые слова относительно манекен челлендж вам ответит дмитрий леонидович эксперт по челленджам нам нету смысла его делать у нас сильно мало народу в команде если было человек 10 можно было бы что-то побесить то есть ты понимаешь о чем речь да да вот так вот я думал его подколоть хорошо а хотели самое на и получил сергей величка можно я чуть починуты давай матривать рассматривать вариант юми плюс юми плюс и против верни марс или элефон с 7 или элефон r9 или что на ваше мнение лучше взять по нашему мнению ну по моему личному я не знаю там как сергей владимирович я бы взял верни марс потому что у него прошивка вот тут вот ничего лишнего там нет в элефонах тоже да и в юми а через юми есть юми там что-то накрутили там прошивка не как чистое ведро выглядит там что-то минутам фишки у нас же эксперт по юми студии сидит эксперт по юми чё там козырного есть в телефонах юми по софту не ну там для экрана какие-то жесты есть железно для кнопки может еще нет ну вот ну короче верни марс а я рекомендую я просто если честно не помню брать тупо то что лучше по железу а если и и честно при всем уважении ко всем перечисленным вами брендов я не понимаю что мне так сделали сяоми с снэпом на борту потому что верни марс не так давно стоил сколько забывать сами если они не спрашивают хорошо я из этой всей пачки могу рекомендовать элефон потому что их смартфоны у меня не в какашку не превращались никогда всегда легко шились всегда всегда на них было что выбрать из прошивок теоретически все вот это добро примерно одинаково фотографировать потому что я так чувствую что это все на мтк как всяких вот поэтому и собственно и по производительности тоже неважно там пи 10 или x20 ну в антуту разница есть в реальном использовании нет вот поэтому я бы выбирал наверное из элефонов и комьюнити там огромное и я уверен что элефоны 7 будет очень хорошо продаваться и ну потому что тупо похоже на сеть мы уже уже хорошо правда ну про него очень часто спрашивают но я народу пока что его не рекомендую если спрашивают лично меня потому что я его не трогал я не могу советовать человеку покупать телефон который в их глаза не видел так вот я к чему если его купит сто пятьсот тысяч миллионов людей я уверен что кастомных прошивок которые в той или иной мере будут фиксить про ошибки производителя будут такое было с элефон п 7000 и п 8000 там по моему на 4p до ветка была такая мама не горюй вот обладатели этих аппаратов было дохрена я уверен что седьмую эхску ждет все то же самое давай ускоряться максим анисимов как вы зарабатываете на продаже телефонов но почему вы спрашиваете мы не зарабатываем на продаже телефона у нас действует услуга бесплатного посредника если вам надо что-нибудь привезти из китая дима вам с радостью отмена дима вам с радостью поможет дима случайно только что чуть не удалил какой-то комментарий андрея сушина случайно планшет заключил вот но мы не барыги мы не возим сюда ничего для того чтобы конкретно продать вова передвигин ребята привет хорошего настроения спасибо и вам тоже хочу узнать ваше мнение по новому meizu pro 6 плюс по моему это уже было владимир хромцов здравствуйте дорогие сергей владимирович и дмитрий леонидович спасибо вам за интересные объективные обзоры и теплые ламповые флоги спасибо вам огромное за теплые ламповые комментарии максиму по хорошему заведую ведь он попал в отличный коллектив максим тебя завидуют вот от меня пару вопросов как вы считаете будет ли в 2017 году прорыв в мобильной графике и что посоветуете на данный момент поиграть на виндроиде всего вам хорошего добрых таможенников и благодарной аудитории спасибо будет ли прорыв в графике зависит будет ли прорыв в запасе производительности мобильных чипсетов потому что пока что я так понимаю кроме плата никто сильно вперед не рвется вот адрен отопщится приблизительно на одном и том же уровне мали до побачи на power vr что-то про них не слышно вот intel по моему свои мобильные процессы когда побачи не они сказали тигра до жаль очень жаль до intel обещали что они всерьез и надолго потом отказались поэтому я считаю что сначала должен быть запас в этих гига флопсах или в черном там считается и тогда будет прорыв в чем посоветуете поиграть мы как бы в танки рубаемся вот когда делать совсем нечего не так когда с айфона сливается видео на твой компьютер или когда рендерится вида на твоем компьютере описать что-то новое уже мозги высохли вот из того что интересного в последнее время попалось случайно ребята мне скачали нову на какой-то телефон который мне надо поиграть вот я поиграл в новую в принципе некая пародия на кризис на мобильный телефон если вам нравятся непонятные игры с красивой графикой шутеры то можете попробовать в принципе игра древняя пипец до двигаемся дальше и читаем комментарии будьте здоровы спасибо я так понимаю андрея суши нам как насчет запилить сравнение без рамочника в 2016 года миноут 2 galaxy с 7 edge nubia z11 держитесь там спасибо galaxy с 7 edge имеет очень приличные рамки если я правильно помню в минуте они не настолько большие но они тоже есть nubia z11 к сожалению достать пока сложно но все может быть тем более возможно это очень такими хреновыми вилами по такой мутной воде писано у нас возможно миноут и galaxy s 7 edge одновременно в руках будут поэтому все может быть это хороший без рамочника у нас была идея сравнить без рамочные смартфоны но из условно-бюджетного сегмента они у нас там валяются в разных местах нашего офиса и домов до это элефон чё там м3 кажется да там 7 по-моему какое-то было нет я вспомню что это такое а ты скажи у лифон у лифон фьючер и верни марс последние два телефона это по сути одна и та же железяка до сделанная на одном и том же станке по элефоне все-таки сейчас найду мне принципиально елки-палки так 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 элджи для ля-ля тополя юми слушаем есть контрол а я уже тоже так подумал или рно про элефон с 3 а я сказал м3 неправильно и так ладно двигаемся дальше доктор джон эмиш ватсон пишет ребята привет усе огонь продолжайте жечь да будем спасибо вас думать с каким объемом памяти взять аппарат на ваш взгляд что лучше iphone 7 плюс 128 гигабайт или iphone 7 плюс 32 гигабайта если памяти станет не хватать то плюс otg usb флеш бла-бла-бла 128 гигабайт цена в первом и втором случае примерно одинаково вопрос а что вы будете делать с флешкой подключенной к телефону кино смотреть наушники подключить нельзя я напоминаю вот если вы оттуда вы планируете например слушать музыку смотреть фильмы ну фотки смотреть окей но все остальное флешка вам не нужна приложение вы на нее не поставите и поэтому как бы iphone именно 7 нужно брать с объемом памяти побольше потому что флешку к нему вы не подключите никак до и 32 гига если у вас там будет 5 игрушек и вы вообще любитель фоткать да и музыку послухать 32 гига на неделю хватит у меня этот объем уже забит у меня и я не загаживаю всю остальную память музыкой просто для того чтобы вот флоги снимать например да замечательная идея дальше игорь канавалов пишет доброго времени суток команда ferrum ком большое спасибо за ваше видео удачи и процветания вопрос какой андроид лучше поставить на сяоми мимакс на мой взгляд милая уж больно безбожно есть оперативную память заранее спасибо за ответ и если вам нравится милой безусловно ставьте цен но готовьтесь к проблемам потому что баги там обязательно евгений красников добрый день скажите пожалуйста когда будет обзор на сяоми минут два когда кто-то его напишет а потом этот же кто-то его снимет вот когда это произойдет пока что никакой информации от источника нет вот юрий грытьев какие вопросы я еще в прошлый я еще прошлый не посмотрел флог он длиннее чем фильм трое молодцы спасибо нам очень приятно марк кураж пишет здрасте meizu m3e будет будете обозревать хотя бы распаковывать или нет смысла наверно ответ смыслом да илья тик узнаю вы уже сказали но все равно вопрос будете брать мизу про 6 плюс а так вообще молодцы флоги супер спасибо за то что мы молодцы и флоги супер если нам кто-то про 6 плюс предложит возможно возьмем а так в принципе не да мы возьмем что galaxy s7 на когда-то уже обозревали павел маркин расскажите про смартфон или эко как они плюсы минусы никак у ли это сейчас очень большие проблемы вполне возможно что компании вообще скоро не станет потому что у них недостатки в бюджете вот телефоны неплохие но у них плохие прошивки у них плохие модули связи у нас когда этот телефон был там с вайфаем было вообще чуть неладное вот дизайн у них на любителя миниджека нет не надо абсолютно муту дэнис привет ребята смотрю все ваши видео очень качественно малосы подтяните малого то заржавел окей а теперь вопрос будет он просто тут сидит это слушает будете делать сравнение ми 5s с новым флагманом от meizu который на эксена желаю успехов как можно больше бабло и процветания каналу спасибо будем ли сравнивать ми 5s флагманом от meizu зависит от того насколько к нам попадет флагман от meizu и когда это случится на как надолго и когда правильно владимир лосев пишет ребята привет здравствуйте спасибо за ваши флоги пожалуйста и вам спасибо что смотрите последний был действительно угарным сегодня несколько вопросов первый что же случилось с димоном ноутом мы уже рассказали второй какой смартфон сергей вы будете использовать как основной когда придет me 5s me 5s 3 интересно как вы работаете с видео флага у вас есть два видеоряда с разных камер и вы в процессе монтажа меняете с них видео или как спасибо и удачи вам представьте условно такую картинку вот он поле монтажа у вас она условно разделена пополам снизу живет звук сверху живет видео вот мы берем значит видос с одного айфона берем с 2 ставим 22 комплекта звук и видео звук и видео взяли одну один звук под второй звук подогнали одно видео на другую картинку наложили так чтобы она синхронно было примерно сделали и вот поэтому хлопку по вид по аудио ряду обрезали и первое видео и второе сложили их вместе нажали на play а вроде нормально вроде синхронно потом взяли аудио ряд записанный на этот прекрасный микрофон и опять вот на этом месте его обрезали подложили туда удалили два ненужных звука самих айфонов сверху прилепили вот то что вот тут вот живет у нас логотипчик наш ферум ком музычку еще один видеоряд вступление нашу анимашку красивую профит человек спрашивает как мы меняем видеоряд на самом деле так вот а ты не рассказал вот этот вот слоеный пирог у нас есть условно два видеоряда с видео с этой из той камеры и потом мы смотрим но иногда смотрим иногда нет прошлый флог я честно скажу я от балды нарезал вот эти вот меняющиеся фрагменты вот потому что мне не хватило времени всего пересматривать смотрим допустим когда мы говорим в ту камеру вставляем видеоряд стойками что когда говорим в ту вставляем с той то есть вырезаем думать статьи сегодня почти не смотрю исправимся то есть вырезаем например верхний слой видео который допустим пишется 100 и камеры для того чтобы было видно видео ряд стойками то есть мы скорее убираем лишнее чем добавляем нужно но можно и так как вы сказали но это просто головняк да вот а я из недавнего времени вот то что ты только рассказал я потом для более быстрого рендера потому что я понял что это влияет вот я просто смотрю ну вот условно один видеоряд и сверху куски 2 этот 2 выделил и натянул на 1 то есть сносится та часть нижнего видео я очень быстрее рендерится как тебе сказать я до этого не спешил рендерить флоги в 4k вот поэтому этого не чувствовал вот но это видео уже не в 4k флоги в 4k у нас возможно будут после того как к нам приедет наша и м1 м1 игорь бас наверное добрый вечер лучшие обозреватели в мире спасибо спасибо как всегда большой как альфа центра палец вверх спасибо хорошего настроения при его вкусного завтрака обеда и ужина денег побольше и мейзу на qualcomm спасибо вам игорь за пожелания последние из которых наверное никогда не случится давайте уже максов флог как-нибудь сделаем михаил дробков ваше отношение к другим обзор обзорщиком техники дроид рвился наташа розетки ты так далее первые два ок третий четвертый нормальный до анастасия фетченко здравствуйте какой телефон 50 60 баксов выбрать сестре 12 лет на подарок связь камера музыка интернет диагональ до пяти дюймов смотрю сторону лигу за 5 и home tom ht16 что посоветуете камеру удалите из этого перечня потому что она как бы за 60 баксов вам нормально и не светит точно вот а вообще просто вот как человек человеку я вам очень рекомендую досыпать 50 60 баксов и взять redmi 3с например да не надо вот человеку только 12 лет а вы с ним уже так я понимаю что home tom ht16 или гузет 5 это норм нормальные телефоны за 60 баксов но проблема только в том что за 60 баксов хороших телефонов не бывает бывают сносные да поэтому забудьте и вот просто забудьте илья кузнецов oneplus 3t тестить будете хотелось бы данил козлов здравствуйте спасибо вам за обзор и очень полезный мой вопрос а точнее просьба можете ли вы развеять мой скепсис к китайским брендам потому как по функционалу они в топе а вот доверие недоверие есть еще стоит ли sony x performance своих денег заранее спасибо я сейчас пользуюсь айфоном сделанным в китае у меня до этого был zook z1 который полностью сделан в китае у меня до этого был one plus one который полностью сделан в китае у меня было nokia lumia 830 собранная в китае макбук у тебя в ремонте а сейчас это плохой пример он сидит за т-класс там сделанным разработанным доставленным сюда из китая да дизайн дизайнер ин америка своровано в китае вот банки у нас от сяоми да и как бы из наушники у меня сяоми притом не одна пара не бэнд у него не бэнд у меня сяоми ну короче из всего от этого перечисленного только nokia lumia 830 оказалась гамном вот она тоже было это самое в китае тоже в китае и 920 наши по моему тоже в китае делали ну короче очень много чего из того чем я пользуюсь на постоянных основах в последнее время сделано в китае вот я могу сказать что реально только 830 илюми оставила меня не у меня не очень позитивные впечатления все остальные телефоны как бы но особенный телефон а надо ли брать sony xperia x performance нет своих денег не стоит андрей фирсов пишет здорово парни привет рад вас видеть мы бы вас тоже но я открою вашу алу сейчас я открою тату и дивизию открывайся андрей фирсов я тоже рад вас видеть я ты тоже посмотрел отлично вам флога спасибо большое в прошлом флоге спросил про лети шопсы сколько народу через вас пришло было просто интересно дима что-то под напрягся видимо его этим вопросом про кэшбэк достали дочь а вот серёга респект ответил спасибо я тебе сейчас тайну открою это твой друг вконтакте твой дружбан не улака это он не то что уважает почти родственники а вот серёга респект ответ ну так вот и вопрос такой ходят слухи что ми-5 черная часто восстановленные приходят с алиэкспресс подскажите как это можно заметить не разбирая телефон если заметил что в данной ситуации делать мой лайфхак будет крайне прост пишем продавцу скотина не распаковываемую коробку и не шей и и вот и смартфон и если она приедет полиэтилен у них есть машинки думаешь и он будет выглядеть тупо так мне продавец который он писал типа вам запаковывать саму коробку или нет мой лайфхак только шо пошел в одно место слушаем напряженного чувака валяй ну я не знаю во первых надо посмотреть в интернете ролики людей которые вообще знают что такое восстановленные ми-5 потому что мы с этим не сталкивались вообще как-то сложно это все комментировать что делать если все-таки detected конечно же писать продавцу и говорить вася деньги обратно быстро написано new должно быть new не с new а new должно быть вот и как бы на основании этого можно будет выбить бабло продавец обманул вот и если вы грамотно составите свой диспута вам деньги вернут в полном объеме тем временем михаил найден пишет привет парни привет расти как думаете стоит ли брать lg g5 или лучше посмотреть сторону lg в 20 интересно вашим в серёжа опережая интересно ваше мнение и будут ли у вас на андбоксинге и обзоре сяами арматуры хубрид про хубрид про у нас это он дэо да это оцео арматуры хубрид про вообще правильно хайбрид было написано все хорошо нет к вам пытань нема это была шутка юмора понимали тэн если я не ошибаюсь то западные обозреватели отзывались о нем преимущество зируны это мы обозреватель хорошо об зируны западные отзывались о нем весьма лестно вот у нас его на тесте не было поэтому это сейчас будет тыканье пальцем в бездну а я скажу тем временем что lg в 20 на 808 снэпе в 10 выбросьте его в мусорку и берите lg g5 если вы готовы платить за сраную модульность которая нужна далеко не всем и реализована очень идиотским способом там отличная камера безусловно там хорошая производительность там прекрасный экран немного в конченом месте расположенный чуть-чуть по странному работающий сканер отпечатка пальца но работающий хорошо вот плохо там только по моему с батареей было вот как-то что-то не очень а в остальном бомба да не телефон вот я бы из этой пары брал g5 дальше great great one очень хочу взять звук за 2 нашел самую вкусную цену это честный магазин нет нам этот магазин неизвестен абсолютно евгений негадаев пишет здравствуйте сергей дмитрий здравствуйте наверняка вы слышали слухи о семи сямо и ми 5 c что вы думаете по поводу этого устройства о решении сяоми делать процессор собственного производства говорят что этот процессор будет слабее чем снэп в ми 4 си спасибо за ваши обзоры очень интересно наблюдать за жизнью канала и вашими обзорами большое вам спасибо мое мнение такое что собственные процессоры это очень хорошо и весело я к сожалению эту тему особо сильно не копал я думаю дима тоже потому что у нас это неделя была настоящим адом и наверное следующая будет отчасти тоже поэтому к сожалению я ничего умного сказать не могу но с одной стороны молодцы что есть свой проц с другой стороны если они вдруг обкакаются по части хотя бы видео ускорителя и будут этот проц пихать в свои флагманские трубки мы с вами обкакаемся тоже вот потому что например хуавей хуавей рознь но чё там было недавно не 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 мэйд 9 визуально аппарат вроде ничего но блин этот кирин долбанный но я вообще этого не понимаю ну блин самсунги тоже хороши ну ну реально хороши я вот взял себе mi 5s я был морально готов к тому что я возьму даже с хреновой гарантией в киеве смысле не официальный galaxy s7 на снэпе просто в нужный момент я его не нашел может он уже есть 20 магазинах вот но я был готов его брать просто потому что телефон бомба но проц ну не очень вот поэтому у меня двоякое мнение относительно данной ситуации очень скажете я считаю что да если сяоми начну начнет начнут делать свои процессоры главное чтобы это не закончилось хуавеем вот ну тем чем закончилась у хуавея во всяком случае если это будет опять какой-то аналог кирина который нафиг никому будет не нужен и его точно не будет нормально под него оптимизировать свою полу другие производители то это будет все очень очень плохо вот лесу отиоца банджорно фирмс банджорной тростя синьоре вот как думают да папара папипа как думаете если в случае у серфа из фон под проблем под управлением десятой винды и будет ли такой же фейловый конец как у линейки люмия да да полностью лишь давай если свиндой будет то же самое что с ними происходит сейчас то как бы будущее на неминуемо вот потому что к сожалению я очень сильно сомневаюсь что майки за быстрые за короткое время смогут повторить все тоже например что apple делали годами что у них компьютер и телефон очень тесно живут телефон и часы вообще один организм телефон и планшет тоже и вот вокруг всего этого как-то она все крутится и у человека который есть у которого есть например macbook покупать iphone если ему вот но нравится этот iphone или какой-то например samsung вероятность 99 процентов что он возьмет iphone и это будет не только потому что вот от у меня компьютер и полота им полностью доволен возьму себе и телефон от этого нет он попадает уже частично в экосистему и play он явно будет доволен результатом а если у него еще ipad а если у него еще и apple watch то он будет вообще очень счастливым человеком я честно не просто было принято решение покупать ми 5s потому что как я уже сказал у меня есть пускай старый но есть ipad у меня есть макбук и даже элементарно вот это вот клонирование приложений что ты там открыл что-то в браузере подошел к компу и у тебя появляется новая вкладочка и ты юзаешь это дело ну я доступно объясню вот прием телефонных звонков sms ки общий буфер обмена общий буфер обмена кстати да я об этом уже успел позабыть это все реально бомба и к сожалению больше у меня этой бомбы нет у меня тоже у меня нет макбука инвалиды надеюсь время я очень сильно сомневаюсь что майки так быстро все это же повторят дендракон пишет здравствуйте феромонс феру мовцы спасибо вам за ваше видео и особенно за флоги большое вам спасибо что вы нас смотрите вы сказали что джей 5 прайм лучше чем а3 2016 и сказали что 410 не торт походу снэмдрэгон посоветуйте что-нибудь за такую же цену заранее спасибо истиной вам эрекции спасибо то кого бы знать сколько стоит джей прайм но хорошо я открою hotline я не буду долго сегодня сильно монтировать это видео поэтому я буду забивать эфирное время можешь людям пока рассказать как у тебя дела хорошо джей 5 прима 2016 да наверное стоит в данный момент 6 тысяч гривен это сколько две с половиной тысячи долларов за две с половиной тысячи долларов лучше взять макбук да 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 за 250 баксов если не китай то все очень плохо лучше докинуть они даже даже 200 ровно подожди даже меньше 200 все очень плохо берите j5 prime а если китай не табу реально у сяоми выбор широченный например от минут три про редми 4 про экран экран 5 редми 4 про редми 4 про я не щупал но редми 3s точно бомба можно брать как и редми 3 про вот или сяоми ми-4 си или ми-4 или где-то бушный или живой побитый жизнью ми-5 задумайтесь мне я серьезно я не рекомендую конечно звук за 2 это идеальный выбор за эти вопросы досыпать если придется то вообще чуть-чуть несколько сотен скорее всего гривен гривен если вы из украины а я вот сейчас даже проверю и мы узнаем что человек на самом-то деле из санкт-петербурга идете меняйте обязательно рубли в гривны и покупать тысячи гривнах в санкт-петербурге звук за 2 китайский вот дальше нам пишет давид мир зоя на том что он написал фейсбук и тем самым прикладывает нас на фейсбук первый комментарий оставляет владимир чупров спасибо вам огромное за ваш труд приятно и интересно слушать отдельный привет максиму заметен прогресс голос уверенный стал слушать стало приятно ждем от него обзоров мы тоже вот я проверил у нас айфонами все хорошо и мы читаем комментарии давида мир за я на привет парни хочу привет тоже привет парни хочу приобрести себе новый смартфон до нового года выбирал между one plus 3 а выбирал выбрал выбрал он он plus 3 но несмотря на супер характеристики есть сомнения а не будет ли он лагать спустя год-два я знаю людей любой one plus one до сих пор ходят и их устраивает поэтому тут тут зависит от ваших требований реальных телефону что для вас лагать до любой android смартфон и не android тоже все зависимости все зависит от системы но android в частности очень сильно будет лагать через два года и как сказал правильно дима все зависит от ваших требований к аппарату так вот что же лучше купить xiaomi mi5 или mi5s nubia z11 galaxy s7 или 1 плюс 3 если вас интересуют исключительно лаги вернее их отсутствие galaxy s7 на втором месте все то что вы назвали я считаю что он потому что там система меньше заражена всяким ненужным мусором как у самсунга где лучше прошивка в galaxy s7 потом в one plus потом все остальное дизайн это вопрос к вам экран это вопрос к вам потому что в самсунге а и он классе amoled а в остальном по моему зубе они зубе именно зубе n11 вот в нубе z11 что неизвестно что в ми 5 и в ми 5s и пи 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 вот автономность самсунг я так себе думаю камера очень сложно сказать потому что все эти аппараты кроме nubia z11 у нас на руках были давно ми 5s если вам вдруг интересно при серьезных нагрузках день держит если на нем вообще не играть и вообще не фоткать только социалки иногда много телефонных звонков и например музыка два дня говно вопрос но это не моя модель использования я заряжаю каждый божий день вот все хорошо тебя смутило слово говно нет вас же тоже не смущает слово говно я просто в начале видео ты так одно а уже поехали ну троттлинг чувак у меня антивирус уже глючит качество мауэр качество камера в samsung galaxy 7 и серёжа не сказал камера точно лучшую по всему году всем до чем ван пласты я почти в этом а как же не 5 мы с собой недавно спорили и опять пришли к выводу что ми 5 очень короче камера мы скажем так мы скажем так во всем этом nubia z11 под огромным вопросом камера о да но сяоми ми 5s и ми 5 на темных участках снимаем видео есть чертовы артефакты и на oneplus 3 она есть она есть на всем где стоит сенсор от sony то есть везде но в фоне стоит нет у самсунга свои есть но стоят в их смартфонах сенсоры от sony понятно значит там эта хрень тоже будет а там чего на стоит там не знаю а я так значит сколько лет будут прилетать обновления для этого надо покупать iphone вот потому что на все вот это вот можно было бы выделить galaxy s 7 на ему скоро год да вот она все остальное обновление были прилетают но как бы ну а теперь условно опять-таки nubia под вопросом на все одинаково наверное вот не будет ли поступать не будут ли поступать как с с 3 с 4 хрен его знает первый раз получил обновление и все хватит нет такого подобного это на с 4 обновы приходили мама родная может человек его купил уже когда совсем а мы же не знаем и еще мне не нравится менюшка oneplus 3 так вычеркните его нахрен из этого списка настройках можно поменять а будет на канале опыт эксплуатации oneplus 3 нет у нас его на руках нет хотелось бы услышать ваше мнение в видео 30 минут плюс пардонте не будет хотя кстати как раз таки опыт oneplus 3 у нас есть да на лайв канале опыт есть спасибо за ответ и за ваш труд удачи большое вам тоже за это спасибо мы ответили на все вопросы в социальных сетях и теперь мы будем открывать раз прекраснейший ютубчик и отвечать на ваши вопросы из-под предыдущего выпуска флога перед тем как мы начнем отвечать на ваши комменты под предыдущим выпуском флога мы только что осознали что мы сказали глупость относительно наушников сяоми мы наверняка неправильно вас поняли и вы скорее всего имели в виду не кванте те которые гибриды или краткие комментарии от дмитрия леонидович аналог их надо брать вот вот как бы все итак первый комментарий оставил аслан шантуков пардон за ошибку в отчестве ему отвечает с 3g4 михалыч поймет михалыч понял максим фетченко родили таки да дарт вейдер здоров всем привет и последний комментарий от меня сейчас будет читать дима тимофей борисовец пишет 4 супер алисио тетцы пишет заметил что видео первом лайв начали набирать больше просмотров чем видосики с вашего основного канала это может означать что монетизация нового канала стала больше старого имея при этом подписчиков в разы меньше нет нет это не может означать а модеус моцарт 12 часов ночи сплю смотрю сны и тут крик шум проснулся взглянул в окно а там фейерверки и народные гуляния ничего не могу понять спрашиваю людей в чем дело они флог на ферме наконец-то выложили да да спасибо вот правда спасибо за теплый комментарий если это был подкол он заслужен дарфил пишет one plus 3 ли сяомими 5s и почему one plus 3 потому что вам ответит дима а сяомими 5s потому что компактнее потому что офигенно лежит в руке это самый охренительный в плане эргономики девайс также он на самом свежем процессоре на данный момент ну еще есть 821 макс ну странно было бы его ожидать в не ультра дорогом смартфоне ну и все остальное в ну в принципе хорошо лично меня не харит его экран хотя там есть пиксельная сетка меня полная там странно странная с форма строения пикселей как-то вот так вот меня полностью устраивают камеры мне нравится звук через наушников и меня вообще не бесит miui а дима скажет касательно one plus 3 он пласты потому что прошивка вот этим сказано все замечательно камера возможно миша данилюк пишет ядрёно вошь какие люди я даже на русском заговорил человек обычно пишет на украинском а в этот раз вот нет здравствуйте сергей владимирович михайлович попрошу и дмутрий леонидович леонардович я попрошу и максуют заскучали мы за вами мы за вами тоже но спасибо что вы всегда оставляете комментарии смотрите наши ролики ну и конечно же всех благе теперь то будем держаться тут держитесь там кстати мы дебилами блин не пожелали в приветствии держаться что такое да в конце пожелаем да и на кузнецова привет ребята и вам здравствуйте я в восторге от вас спасибо настроение было 0 посмотрев вас насмеялась спасибо очень приятно спасибо огромное жду нового видео с уважением к вам и вам спасибо что нас андрей борисенко пишет доброго времени суток здрасте сколько же народу зевнуло на этом моменте на этом моменте по моему я зевал или ты ну кто-то из нас много наверное раньше вы пользовались бандеролькой для доставки товаров из сша будете ли вы пользоваться услугами новой почты для этого в дальнейшем возможно более того нас китайцы например не спрашивают хотим ли мы пользоваться услугами новой почты и очень многие посылки через сф-экспресс в итоге доезжают новой почты да понятно даурен джал биров извините за вопрос у вас голоса одинаково вы родственники ему с 3g4 пишет правильный ответ да они сестры совершенно в дырочку именно так оно и есть в параллельной реальности на самом деле нет мы вообще едва ли знакомы да то ли да валя валя валик 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 хорошо валик дима бабицкий к вопросу они 5s какая принципиальная разница из каких материалов собран корпус если все равно с китая едет не голый телефона с чехлом это если вы закажете то он вам приедет и простите за мой французский дерьмовым чехлом за один доллар натянул нами 5 бампер от нилкина ну от нилкин окей проблема со стеклом как не бывало хотя слыхал что под бампером от всякого у нас стекло может покоться что ли она может она может отлипнуть из-за того что бампер будет на него давить бывали случаи у людей это если стекла криво наклеены кривыми руками так спасибо большое за ваш труд удачи и хорошего настроения по поводу того из чего сделан телефон не все носят в чекле во-первых вот а во-вторых все равно если вы допустим в какой-то ультра тонкий силиконовый чехол оденете mi5 и он у вас упадет с огромной вероятностью заднику до побачены макс а можно на секунду твой телефон на одну маленькую максим недавно купил чехол неважно вы видите соотношение экрана к этому как его ну к этому самому в общем это вот тут внутри вот этого которого там iphone 7 плюс вот можно вот то что рядом вот это вот 6 дюймовый кубот макс вот тут у него шестидюймовый экран но вы знаете чехол чехлу рознь продолжайте или вы все в общем то все если конечно в такой упакуете туда можно и метать брать без разницы из чего сделан телефон то может даже корпуса не быть да абсолютно и так дальше амадеус моцарт пишет михалыч у вас такой заразительный смех что 2 часа ночи у меня тут веселье спасибо дай вам бог долгих лет жизни и крепкого здоровья и всего того что вы нам пожелали в начале и в конце флога спасибо 78 дания как сказал бы жорик вартанов это тот это самый мощный флог на ю тубе и всего интернета вася право и наверное он бы сказал и так же он дико извинялся или как он там я не помню иван франк пишет ну и хорошего ну и хорошо добраться до дому дмитрию он добрался до моего дома в итоге потому что да не помню когда в пол второго или в пол первого мы закончили снимать и из борисполя в киев в это время очень мало чего ездит примерно собачий но но блог блог на блохе диме ехать достаточно сложно джинсы стираются об асфальт асфальт холодный мокрый вот поэтому решил поспать у меня в подъезде это месть завалю дальше александр савинов пишет привет это мой любимый канал вы знаете наш тоже спасибо вопрос первый сергей зачем было покупать второй mi 5 с дело в том что первый mi 5s не принадлежит ferrum кому мы его не покупали его любезно ребята из gearbest предоставили нам на тестирование как и из того что у нас на тесте кубот макс сяоми mi5s mi5s plus minou 2 чё еще наушнички вот те о которых дима сегодня говорил и те о которых я тоже сегодня говорил и вообще в том углу комнаты валяется redmi 4 тоже из gearbest из того чё тут видно если вдруг видно more fine и вот эти вам more one more из этого и кстати те красные one more и которые вы тоже видите они идут в наших обзорах они тоже из gearbest а чё еще из того что у лифон фьючер он из gearbest а и 4k из gearbest а вот это вот и она из gearbest а м3s который разыгрываем из gearbest а все фокус инфо инфокус да вот этот вот он из gearbest а короче у нас из gearbest а на самом деле техники тьма и большое спасибо этим добрым людям что они дают нам на тест такие объемы техники а мы сраные козлы так быстро эти обзоры делаем но мы стараемся мы правда очень стараемся вопрос номер два как вы относитесь к чехлам и стеклам сильно ли оно надо и какого типа чехлы сами предпочитаете стекла надо полюбом полюбом лучше чем пленки там есть олеофобка не так сильно коцается если аппарат упадет может спасти стекло основное родное стекло телефона вот чехлам каким какими мы пользуемся ну я недавно собственной модификацией пользовался чехла сейчас у меня нилкин нейча там не на черный черный нилкин чё-то там да джо-то там там какое-то такое название ты кстати этот айфон по моему сдвинул потому что мы больше не по центру не сдвигал смотри тут зазор и тут зазор мы значит да вот короче чехлы это хорошо стекло это тоже добро пленка это на крайний случай да да порешали ваше мнение о телефоне meizu mx5 ты помнишь что это отлично бомба в свое время была бомба сейчас я просто не помню про 5 был бомбой и mx5 у нас на тесте был про 5 у нас на тесте не было в свое время за свои деньги это была бомба дальше он же пишет спасибо вам всего самого лучшего огромного заработка развития всех трех каналов на которые я подписан жду следующий флог большое спасибо дан петров очень интересно было бы узнать о вас побольше вы спросили чего-то да мы вам и ответили да вот а так мы два человека по две руки по две ноги по одной голове и много других интересных частей тела mba live купил себе наконец-то one plus 3 вы своими рука крутыми обзорами тоже приложили руку к моему решению спасибо пожалуйста мы за вас искренне рады михаил пучков сергей владимирович вам бы ну очень пошла борода причем даже огромная хоть и без нее вы красавчик дмитрий леонидович тоже спасибо спасибо подожди тоже красавчик за обзор и респект спасибо спасибо но я насчет огромной бороды с вами в корне не согласен я на эти риски не пойду пётр черненков ребят спасибо за флоги ваши обзоры всегда очень задорно весело живо и интерес спасибо за лесный комментарий единственное чего не хватает во время флога иногда включать картинки тех устройств о которых вы рассказываете добавить интерактива так сказать мы знаем нам об этом пишут еще с первого флога мы возможно как нибудь эту проблему режим но не сегодня вот и наверное не завтра сергей сергеевич пишет парни вы лучшие большое вам спасибо и еще до того как сергей владимирович не упомянул что у него голова бликует и даже не замечал как сказал сергей владимирович едва ли не на первых съемках которые мы делали с ним вместе то что очень сильно волнует человека в кадре обычно волнует только человека в кадре да 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 алексей антонов пишет мужики все класс спасибо вам большое подскажите будет ли актуален редми ну три про 2017 году или можно подыскать что-то подобное альтернативу и ноутри про во всяком случае у максимальной модификации нет да и в принципе девайсом на 650 снеппе их не так уже много вот продолжать вот чё там у нас дальше михаил пучков берегите себя ночные съемки вряд ли ничего подобного беспокоюсь за ваше здоровье спасибо я предыдущим флот спасибо не ночные съемки вредны я в конце уже такой овощ был шуну нафиг джангл га а я вот бодрый был капец ну джу джаджетс максим параллельно читает комментарии замечательно вопрос к следующему флогу дмитрий как я понял вас было люмия 920 у меня тоже а потом 830 у меня слава богу нет можно узнать мнение о камерах в чем лучше в чем хуже и какая ситуация ира производительности хватало ли 400 снеппа про камеры я не помню это было давно и неправда 830 лучше да окей 830 камера была лучше но по нынешним меркам она все равно скорее всего мусор вот хватало ли 400 снеппа в принципе да потому что дима именно такой игроман а в тот момент так много танков было просто девчатого играет или я чуть не знаю окей второй вопрос сергей в какой роли используется ваша люмия 929 на данный момент она используется как иногда супер-пупер портативная камера изредка вот потому что ну чисто аву сфоткать на для видоса миниатюрку в данную секунду мой единственный телефон в личном использовании это mi5s который из гербеста и ко мне едет такой же уже лично мой вот но до того как я взял на использование mi5s он у меня отыгрывал роль второго телефона то есть и звонки и все вот это вот и так как он всегда со мной а у меня первый телефон это был iphone 5s при всем уважении к нему если над фотографией манатса 929 фоткает лучше и видео снимает безусловно лучше поэтому это еще и было портативная фото видеокамера для бытовых условий в игры там играть уже после по крупному счету сложно ну в элементарные понятно без проблем но танки уже идут не так хорошо как когда-то потому что они обновляют вечно контент и старым процент тянуть его все тяжелее вот ну и стандартные там мессенджеры всякие мессенджеры да мессенджеры всякие и так далее в таком духе вот дальше максим апельсин пишет макс это ты вот это не я спасибо за флок а в формате лайв стрима с прикруткой доната для пользы дела нет желания проводить даже если никто не поддержит денежкой информация для зрителей дойдет быстрее и на монтаж драгоценное времени тратить не нужно будет если запись смотреть значит касательно того что не поможет ли кто-то денежкой денежкой никто не поможет потому что зрители неоднократно просили пацаны создайте там себе сто пятьсот тысяч кошельков в разных валютах и дайте нам на них инфу мы вам будем бросать бабло я как бы поначалу сопротивлялся потому что я бомжевать не привык по жизни вот но потом дима уломал и как бы мы их сделали и потому что дима привык бомжевать по жизни да ну димы слабость к бомжеванию нет так вот мы создали эти чертовы кошельки и никто на них нихрена не бросает ну там были два или три раза нам бросили эквивалент двухсот или трехсот рублей российских чтоб все точно поняли все вот поэтому про донат мы как бы и не думаем даже а насчет лайв формата мы активно над этим думаем но проблема в нашем охрененном 10 мегабит нам интернете и лучше нам во всяком случае в обозримом будущем и светит да даже никто даже если никто не поддержит а человек все ты жаловался что я тебе не даю комменты читать гуртовичок тарас пишет не согласен по поводу стабильности видроида на флагманах начиная от 800 снепа и 3 плюс гигабайта у звуни должно быть проседание производительности через год-два да ну таз я же как бы пользуюсь андроидом у меня и через месяц проседания производительность есть поэтому чё тут через год ждать вот у меня уже 3 lg g pro 2 с 800 снепом и 3 гигабайтами у звуи вместе с легкой фирменной оболочкой от лыж ой легкая она у них такая третий год все летает ну окей поэтому и не думаю пока его менять но и бюджетки да начнут тупить через год-два так а о рассматривайте флагманы прошлых лет как вариант ну я я не согласен ну вот не согласен упше меня ужин и тоже lg pro 2 она в игры не играет и она тоже им полностью довольна поэтому все напрямую зависит от ваших требований к телефону раз во вторых как часто вы ищу по эти новинки 2 потому что если например это не оскорбление если жить в мире lg g pro 2 и не знать что есть например galaxy s7 который фотографирует лучше если для вас камера основной пункт если не знать что есть например one plus 3 у которого крутой проц если для вас производительность это самый важный пункт и так далее и тому подобное то lg g pro 2 даже на сегодняшний день это охрененный телефон и по опыту моей жены я с вами полностью согласен дальше s3 g4 пишет я за то чтобы флоги выходили короче но чаще я в принципе тоже но дело в том что мы должны отвечать на все комментарии и поэтому если я не ошибаюсь мы за 15 или 20 минут уложились рассказать обо всем ну хорошо за 30 дальше были ответы на вопросы поэтому мы не имеем права никого обделять а каждый день монтировать флог простите у нас на это времени нет дальше игорь захарченко пишет спасибо супер безусловно спасибо и супер и вам спасибо и вы тоже супер михайлович пишет спасибо за привет и пожелания пожалуйста рады что кому-то понравилось да сергей михайлович вам еще раз привет вова бурхай пишет ребята как вы думаете стоит его покупать lenovo p1 c58 нет и стоит ли менять свои nokia lumia 7730 на него нет поменяйте на что-нибудь другое да алексей некрасов дмитрий леонидович вы мой любимый блогер удачи вам в ваших делах спасибо а я значит он не ваш любимый блогер хорошо бешеный дед пишет внутри как доехали расскажите потому что с утром следующего дня вот а до этого я спал как серьезно и сказал у него в подъезде а я его дочью просто думаю да порожек затянул ну чтобы не просквозил поэтому троттлинг но он от этого не умер поэтому потом полове получил я и поэтому у меня тоже троттлинг вообще это все чушь собачьи мы оба спали в коридоре на самом деле потому что жена сказала если ты скотина еще раз так рада придешь домой то я тебя даже в коридор не пущу вот саша бабай 1 пишет спасибо за работу хороший флог пожалуйста просто славянин красавцы успехов вам ребятки и новых качественных обзоров большое спасибо артем катасонов пишет доброго вам здоровья мужики по поводу гелоси нул 7 слышал что samsung хочет заменить в отозванных устройствах батареи выпустить нул 7 на рынке развивающихся стран с припиской рефербиши дабы покрыть хотя бы какие-то затраты на производство устройств возможен ли такой вариант развития событий что вы думаете по этому поводу я думаю что этого не произойдет потому что они официально заявили что нул 7 rest in peace вот и перед странами третьего мира извинялись на коленях за то что произошло а почему над перед странами третьего мира по моему перед всеми но не в китая только на колени стали и все потом же могут и руку и дрезать а китай это страна третьего мира а ну фигня какая-то получилось а я как бы тоже в это хреновастенько верю но если так реально будет почему бы и нет ну хорошо сделают там хреновую батарею если они реально срежут цену пополам ого дам она ракетизма шикарная была если пополам все будет очень плохо и он все пауэрбэн подарок господи ну они же меняли уже батарею было же уже меня лишь уже да какая разница все равно телефон взрывается надо си 4 оттуда изнутри вытаскивать и тогда не будет ничего происходить что оттуда вытаскивать и 4 аж такой взрывчатка такая есть а понятно я не в теме жулик не воруй пишет все круто парам парам пам спасибо жулик парам парам пам сухроб мир салиев пишет привет ни в коем случае не закрывайте флог не будем флог супер спасибо спасибо для странный вопрос вам можно ли при перепрошить mi5s на вин 10 мобайл черт его маму знает ну не надо но не рискуйте алик мутафян 619 snap продавец gearbest указал в описании смартфона redmi 3 pro дай ему бог здоровья я думаю что это была обычная очи пятка мишель боннет серёжа сделай пожалуйста обзор blackberry detect 60 в киеве они есть я понимаю немаловероятно сергей брагин пишет ребята привет флог бомба отработали на все 100 500 процентов весело весело именно весело серёжа читает отлично весело живо так держать спасибо потом он же пишет что флог китя китя руслан на усур пишет сергей михалович в кавычках шутка ваш петросян ни в коем случае не слушать некоторых о предложении закрыть флога тем более думать об этом топ-контент фишка ситуации в виде матов фейлов рабочих или технических моментов вот так сказать живого человеческого быта добавить или не вырезать не вырезать вот и вообще песня будет хорошо мы будем монтировать еще более в ускоренном темпе вот еще более а так александр куршин пишет подскажите почему недоступна бесплатная доставка на алиэкспресс это получается я хочу купить стекло за 30 гривен а должен еще до за доставку платить 1-2 доллара ситуация примерно следующего содержания дело в том что вы посмотрите другого продавца потому что я примерно на таких же условиях покупал жене если я не ошибаюсь аккумулятор в ее прекрасный lg pro 2 который телефон герой ему памятник поставить надо держится вот и в мою люмию тоже опять таки батарейка стоила примерно как три стоимости доставки или как две стоимости доставки так что это нормально ищите другого продавца но если не судьба то придется заплатить просто этот конкретно продавец отлично понимает что часть его аудитории это там допустим украина россия и там беларусь вот в эти знаки страны мы будем делать платную доставку их оботить на этом дополнительные бабки в индонезию туда можно бесплатно а вообще чисто по секрету очень многие продавцы просто закладывают в цену товара для определенного региона сразу цену доставки вот и все или у них есть определенная там служба там условно чай на пост которая возит любую точку мира там допустим за доллар этот товар они просто вчитывают ее в цену товара поэтому на али можно очень часто заметить что допустим какой-то товар стоит доллар на него доллар стоит доставку другого продавца такой же товар стоит ровно два доллара вот и эта ситуация очень часто повторяется модель о смонов пишет а еще амолед экрана имеют свойство выиграть на этом месте дима должен сказать да я думал а у меня за год использование именно год использование samsung с 6 edge плюс экран был полностью покрыт призраками букв полосок кнопок и прочей хрени а еще такая фигня не при не покрывается гарантии но в общем то я давным-давно говорил что амоледы края убирают замечательно алексей богданов привет ребята с удовольствием смотрю ваши флоги спасибо очень рад видео и мне нравится интерьер место в котором вы снимаете спасибо спасибо очень нравится что вы не просто рассказываете тупо перечисляя характеристики по железоустройства как это делают многие именно изучаете устройство оцениваете их опираясь на ваш опыт и делитесь с нами вашими мысля касаемо обозреваемых гаджетов спасибо видео в виде диалогов отлично удачи в развитии канала всех благ молодцы спасибо большое спасибо влад муси что скажете про мейзу х мы уже про него сказали да драм 122 вопросы по экранам супер амолед позиционируется как экран где каждый пиксель отдельный светодиод суб пиксель у меня у друга эти экраны ранее флагманы самсунга и у третьего на четвертом ноуте экран когда черный диод должен не гореть горит экран как IPS почему так маркетологи фейкеры на самом деле в зависимости от типа амолед экрана может быть по-разному и в зависимости от настроек этого экрана тоже может быть по-разному возможно там контроллер питания самого дисплея глючит и поэтому на светодиоды все равно подается какой-то ток вот и поэтому экран горит а у нас был еще юмиром в котором тоже был амолед экран который на самом деле тоже светился а может быть там тупо такая же он под углами инвертировался амолед экрана в принципе так делать не серьезно а амоледа и олед сильно далеко друг от друга нет а ми ноут 2 инвертируется нет у нее нет а в этом плата почему он не инвертировался он цвета плыли но инверсии по моему там не было там была там черный становился светло-серым это значит что выкарали но выгорание версия это это условно зеленый в желтый то есть кардинальные изменения они просто из черный светло-серый это тоже хорошо вот в чем отличие супер амолед от супер амолед плюс разное поколение разные поляризационные фильтры которые используются разные светодиоды они станут ну короче первые амоледы это было вообще извините за выражение говно экраны на солнце слепли полностью на улицу выходишь на них не видно ничего по энергопотреблению там был просто какой-то космос они сажали батарейку невероятно выгорали очень быстро потом что-то там изменили выгорать и не стали меньше все равно не видно потом добавили какие-то фильтры начало все видно и теперь вот это вот самое поколение супер амоледов я так понимаю уже ничего в технологическом плане не меняется они стоят на всех современных смартфонах в принципе там матрицы плюс минус одинаково третье вы знаете приложение night mode она позволяет снижать яркость отображаемого на экране скажите это действительно заводской гранит подождите скажите это идентично заводской границы яркости или если изготовитель поставил низкий порог он трушный нет я не понял вопрос поэтому вы получили ответ только дмитрия леонидовича потом скажу можно я можно быстро у нас еще с документом я не помню как она называется она позволяет лезть внутрь системы и менять на системном уровне в яркость подсветки это по моему работает через root она позволяет даже на телефонах на которых минимальная яркость все равно экран горит как фонарь снизить до практически не светится я не помню как она называется отлично дальше опять-таки drum 122 пишет на яблоки мы снимали шутки ради а давайте шутки ради иногда будем снимать ролики разными смартфонами и присыпать начале а приписывать начале видео в первых секундах или отдельным кадром это видео снял смартфон а что реклама люди будут видеть как снимают различные смартфоны мы не заинтересованы в какой-либо рекламе вот относительно того чтобы люди увидели как снимают смартфоны как правило как показывает практика люди которые приходят к нам конкретно вот только за обзорами они флаги не смотрят вот поэтому и еще одно но иногда мы например снимаем в 4к снимаем рендерим 1080p это уже перепад в качестве раз второе когда мы за него заливаем видео на youtube она срется капитально именно на 4к роликах мы это заметили то есть качество падает просто из-за того что видео залил на youtube в частности именно поэтому лично я в последнее время примеры видеозаписи со смартфонов заливаю на диск а не на youtube на прямую и последний пункт иногда наши видео флоги в последнее время практически нет но иногда эти видео которые мы снимаем вот на iphone 7 практически всегда сейчас лицо снимаем они поддаются цветокоррекции кропу выравнивают там теней света короче это не будет пример видеозаписи со смартфона потому что там есть пост обработка вы со мной согласны да дальше drum 122 пишет у продавцов соли нет нанятых англознавцев для общения с клиентами это тогда геморр если китаец общается с вами в свою меру знания английского языка плюс ваш уровень английского поверьте если там будет сидеть китаец который хорошо знает английский вы будете сидеть с переводчиком очень очень долго вот поэтому лучше там будет сидеть китаец который знает точно также хреново английский как и вы он будет выражаться простыми понятными для вас словами окей мани ноу бай ноу мани ноу хани дальше drum 122 пишет а проведите как-нибудь треш распаковку со смехом живыми реакциями на какой-нибудь нескучный смартфон смеетесь запинаетесь заговариваетесь мы всегда это делаем этого не хватает и на канале лайв окей мы просто не будем свои запинки вырезать и вы будете смотреть как мы тупим и матюкаемся да и видео будет двухчасовым и тогда его не будет смотреть никто последнее сообщение от этого человека дмитрий какие плееры на андроиде вам нравится хочу вам посоветовать ньютрон и стеллио в обеих огромное количество настроек звука но я выбрал стеллио так как ползунок в виде круга дает большую пол полоску в виде круга дает большую полосу большую большую полоску в длине чем обычное горизонтальное обожрение крана хорошо дмитрий леонидов скажет вам что ему нравился в свое время мой плеер плюс плюс да а теперь мне нравится iphone вот майкл или мишель белочев или белочев пишет доброго времени суток как насчет того чтобы добавить в рубрику анонсов информации о кастомных прошивках от флагунов из известных моделей телефонов так как рано или поздно этот вопрос может стать для многих среди статистических пользователей спасибо почему бы в прогнозе погоды не рассказывать вкусные рецепты приготовления не знаю перепелиных яиц для шауэрми для шауэрми связь где-то та же при всем уважении я ее не вижу вообще драм 122 опять нам пишет по моему чтобы лицо не бликовало в кино и тв применяют спец пудру или подобное сергей поищите инфу хотелось бы вам помочь ибо это сияющая площадь не с краю а почти посредине камера вы хотите чтобы я не снимался больше вы так просто и пишите вот касательно пудры я немного не того пола и не той ориентации вот поэтому нет и тратить на это деньги я не буду я грязный и вонючий и бородатый и потный мужик который всем нравится правда да вот я сказал правда а вот двигаемся дальше и дальше драм 122 подсказывает нам как правильно не ругаться во флогах владимир хромцов пишет отличный флог спасибо вам за все борич был вкусный супер анатолий швец что такое первый фокус на видео это перри фокус на видео это когда вот это скотина или вот тот вот милый айфона с е дмитрия леонидовича снимает например сережин бликующий фрагмент в центре кадра а потом сережа берет у максима телефон в большом чехле вот он отклонился а у нас вот тут вот сфера фокуса и мы начинаем ловить фокус ящиков сережа вернулся уже а мы еще ловим ящики вот и вот вот и перри фокуса видео доброго времени суток пишет golden cross и вам доброго времени суток ребят подскажите в вопросе качество сборки между звук за два и сяоми ми-5 пофиг пофиг вообще идеально собраны оба павел радочин я надеюсь я правильно читаю вашу фамилию здравствуй или павел радочин но мы сегодня играем с вариантами хорошо здравствуйте обозреватель на алиэкспрессе появился ванпластрит и будете ли брать наверно не дорого вам хорошего настроения побольше подписчиков деньги всего самого лучшего и вам того же евгений васильевич или е в гений васильевич пишет традиционно лайк вот в этом году людей отбежаешь это просто шутка юмора да дмутрий леонардович вы же понимаете пишет что традиционно лайк в этом году гуалком нам сделал хорошо вообще замечательно он нам всем сделал медиатек не догоняет постоянно но может хоть в будущем ну они тоже смогут сделать нам хорошо может а может если они закроют свою гнилую контору пути да ну на самом деле я желаю им держаться там и вот всего что было в начале флога в волосе в пишет ребята вам нужно использовать back to the future во флогах мол мы сейчас погугли не разу будучи уже нагуглили у вас в рекомендациях канала есть канал александра журавлёва вам нравится кто это алекс шварц а ну норм но долго вот кто бы говорил вот это теперь после запуска флога и лайв канала флога поржать он пулемет ну ладно я просто его очень давно смотрел на самом-то деле ну вот у мужика голос такой ему охранником быть но рассказывает неплохо возможно удачи вам и не забывайте чистить память на айфонах перед записью не как это пози тив чик пишет скажите пожалуйста актуально ли брать зук за е а з наверное это два за 167 неизвестных единиц я не знаю за 167 чего кто ее хочет взять вот ссылка я даже открою 167 чего же оно стоит то а не знаю мы еще не показываемся все таки доллара бесплатная доставка бла 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 стоит брать блин очень очень блин стоит брать только я не вижу его характеристик какого-то хрена если это 464 по моему другого не бывает я бы брал дальше последний комментарий оставляет серёжа арнолюк привет что можете сказать о закрытии проекта ли но в области смартфонов нам похрен вопрос это правда что у всех смартфонов с олед и амалин матрицами уже через пару месяцев сгорают пиксели мы об этом поговорили это снизу сказал что да очень да на этой радостной для нас ноте мы закончили снимать 36 выпуск флог и желаем вам держаться там хорошего настроения доброго утра спокойной ночи стальной эрекции вкусного обеда с приятного аппетита или это было не помню кстати дамы в начале приятного аппетита не пожелали но тихо теперь приятного аппетита чтобы ваша шаурма пошла вам в пользу да пусть у вас все будет хорошо большое спасибо за то что вы смотрите все наши видео я надеюсь что вы делитесь ими с друзьями мы 500 тысяч раз уже вас об этом просили просим еще раз потому что если нет то мы идем к вам вот оставляйте свои комментарии дальше мы с радостью будем на них отвечать и еще раз напоминаем вам что у нас идет конкурс по элефон с 7 и скорой опять запустится конкурс на все тот же мейзу м3 с на этом у меня все с вами были зевающий дмитрий луценко и рассказывающий сергей шихайл всем спасибо за просмотр пока